Нальчик Калейдоскоп В сегодняшнем выпуске вы увидите. Вначале мы покажем передачу «Дела давно минувших лет» с участием кандидата исторических наук, исследователя и переводчика Корольби Мальбахова, а завершит программу киноконцерт. Надеемся, что эти телевизионные материалы вызовут у вас интерес. Оставайтесь с нами и смотрите Калейдоскоп. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Так назывался цикл наших передач, который мы делали вместе с историком, исследователем, переводчиком, кандидатом исторических наук Корольби Мальбаховым. Сегодня он снова гость нашей студии. И речь пойдет о, в общем-то, легендарной личности Сергея Курнакови. Корольби, благодаря тому, что он может через интернет войти в какие-то архивы, которые изданы на английском, на французском языке, открывает какие-то новые страницы истории, очень интересные, о которых мы, в общем-то, и не догадывались в прошлом. Я хочу, чтобы ты рассказал сегодня Корольби вот об этой легендарной личности. Я помню, последняя встреча была посвящена очень интересной истории спасения братьев Николая II на Кавказе, и в частности в кабардинских селах, Каменомосском и Нижнем Куркужине. Речь шла о великих князях Андрея и Борисе, их матери Марии Павловне, которая спасалась тоже от преследования этих радикальных революционеров, в 1917-1919 годах. Казалось, что после такого интереснейшего материала, который мною был найден в дюжине французского журнала, опубликованного еще в 1920 году, мне не суждено повстречаться с нечто подобным. Но вот благодаря какой-то случайности, что ли, радостной, мне суждено было натолкнуться на просто уникальную историю, просто уникальный материал, который, я смело могу сказать, можно было бы обнаружить, найти, ну, разве что раз в сто лет. Дело в том, что в череде далеких и близких исторических событий, имен, мы порой сталкиваемся с отдельным эпизодом или с отдельным персонажем, которые как бы помогают нам лучше понять прошлое, более правильно прочувствовать смысл минувшего. Вот к таким персонажам относится и Сергей Николаевич Курнаков. Собственно говоря, все началось с того, что я обратил внимание на тот факт, что в 1935 году в Нью-Йорке была опубликована книга под весьма красноречивым названием «Дикий эскадрон». Еще более меня удивил тот факт, что в аннотации было сказано, что это автобиография, литературная автобиография Сергея Николаевича Курнакова. Ну, посудите сами, столь оригинальное название «Дикие эскадроны». А не был ли он каким-то образом связан с кавалерийской конной дивизией времен Первой мировой войны, подумал я, и действительно в скорости убедился, что это так. Это было связано с тем, что Сергей Николаевич Курнаков, оказывается, всю Первую мировую войну провоевал в черкесском полку «Дикой дивизии». Потом я стал интересоваться его биографией, и она оказалась просто уникальной. И самое главное, неизвестной широкой публике и зрителей, и читателей. Ничего о нем, собственно говоря, сказано и не было, разве что в особых книгах, опубликованных в конце 90-х, в начале 2000-х годов, связанных с деятельностью нашей внешней разведки. Там есть целая серия изданий, очень интересных, таких как «Охота за атомной бомбой», или же воспоминания мемуары Павла Судоплатова, который, кстати сказать, посвятил Сергею Николаевичу Курнакову отдельные страницы, назвав его ценнейшим советским агентом. Я вот как бы немного предвосхитил события. Кто такой Сергей Николаевич Курнаков из именитой русской дворянской семьи? В малолетстве большую часть времени он проводил с бабушкой в своем родовом имении. Здесь, по какой-то случайности, главным лесником оказался кавказец, заурбек. И вот ему этот маленький мальчик очень сильно понравился. У них состоялась случайная встреча на аллее парка этого имения. Маленький Сережа катался на своем велосипеде, и заурбек даже пошутил по поводу этого железного коня, на котором он столь гордо горцует. Мальчик, увидев его в национальной одежде, спросил, «Так это ты тот самый черкес с Кавказа?» А он ему ответил, «Ты что, думаешь, что на Кавказе только черкесы живут?» И стал ему рассказывать о Кавказе, о многочисленных народах, обитающих в этом крае. И даже Сергей Курнаков уже в этой изданной им автобиографии пишет, «Тогда мне стало очень стыдно, ибо я лучше разбирался в племенах индейцев в Америке, чем в жителях моей же страны». Ну, мальчик ему действительно очень сильно понравился, заурбеку звали его заурбек, и он стал его обучать кавказскому воинскому искусству, владением кинжао, шашкой, езде на коне. Причем это делалось все, конечно, втайне, почему? Потому что и Сергей Маленький, и заурбек, главный лесник в имении Курнаковых, они, конечно, побаивались запретов бабушки, которая однажды их действительно застала за этим занятием, и был очень неприятный разговор, где бабушка очень сердито пригрозила заурбеку увольнением. На что он гордо ответил, что это все в руках Аллаха. «Ну и твоя судьба в моих руках», – парировала бабушка. Он сказал, «Вы заблуждаетесь, госпожа, и вашими руками тоже правит Аллах». И вот эта вот открытость, смелость такая вот очень понравилась бабушке. Она улыбнулась, признала правоту заурбека, его смелость, и даже про себя подумала, что падишты – это рыцарь, коих сегодня уж не осталось. И все-таки позволила заниматься, заниматься этими делами, этими учениями. Вот, и заурбек даже вот часто водил маленького Сережу на охоту, он стал великолепным стрелком, наездником. Потом в скорости заурбек столь же таинственно исчез, как и появился. А до этого он поведал мальчику удивительную историю свою, историю появления его под столицами российскими, России. Вот, и даже попросил мальчика, ты уж никому не рассказывай, покуда эта история сама собой не завершится. Взял с него даже кляту. И действительно, Сережа никому об этом не поведал. Прошло несколько лет, уже отроком, однажды он был взят своим братом двоюродным на показательный военный парад, что был в Петербурге. И мальчик впервые увидел вот на этом военном параде кавалерию императорскую, в том числе и с участием Кавказа. В частности, ему запомнился один какой-то очень красивый, очень статный, весь в черной, черкесский, джигит, который выделал просто удивительные кульбиты на своем коне, был очень стремителен, он даже его прозвал «черной молнией». Джигитовку показал. Джигитовка, да. Это был Аслан Боров. Знаете, если бы кто-то бы вот этот сценарий выдумал, то это было бы просто невероятно, понимаете? Вот как сама жизнь сотворила всю эту историю с Курнаковым. И вы знаете, вот с этим наездником, Асланом Боровым, ему суждено будет встретиться на войне в этой дикой дивизии, подружиться не только с Асланом Боровым, с этой черной молнией, но и с его отцом. Кстати сказать, история Заурбека связана именно с Боровыми. Дело обстояло так. Заурбек служил в семье Боровых, знатной, Бек-Боровых, знатная ингушская семья. И когда Аслан Боров закончил военное училище в Петербурге, его отец Исрафиль, естественно, устроил праздник, накрыл стол, пригласил именитых людей из соседних аулов. И во время этой трапезы один из гостей оскорбил дом Боровых. В конце уже этой трапезы он встал и заявил, что благодарен женщинам этого дома, столь вкусно приготовивших украденных у него баранов. То есть он оскорбил дом, обвинив хозяев в краже своего скота. Естественно, между ним и хозяином дома произошла ссора, и в скорости должна была даже состояться схватка. Это сродни оскорблению, кровной мести, схватка на бурке. И поэтому Исрафиль позвал Заурбека и сказал, ты отвези этого дурака домой, но смотри, чтобы по пути и волос его головы не упал. Все знают, что у нас состоится специальная схватка. Но тот продолжал оскорблять уже Заурбека, и Заурбек, не выдержав, убил этого человека. Пришел хозяин и сказал, Исрафиль, вот так случилось. Исрафиль рассержен был и опечален. Он заявил Заурбеку, что он его опозорил на весь мир. Все подумают, что я тебя специально подослал, что я трус, что не я в схватке с ним был. Знаешь, что Заурбек, завтра все равно полиция будет разбираться в этом деле. И ты уж уезжай куда-нибудь в Россию. А я скажу, что между мною и этим человеком все-таки схватка состоялась. Так оно и случилось. Исрафиль был приговорен к высылке в Сибирь. И, кстати, сказать, я опережаю события. Когда началась Первая мировая война, то царь издал манифест об амнистию, и Исрафиль был освобожден. И добровольцем, волонтером ушел служить в дикую дивизию. И, как ни странно, оказался под командованием своего же сына. И это его тоже сильно печалило. Почему? Потому что ему приходилось при встрече с сыном, обращаясь к нему, произносить «Ваше благородие». Плюс к тому же ему запретили столоваться вместе с сыном. Он же был рядовым. А тот был командиром эскадрона. Единственное, что Аслан Боров сумел добиться, это разрешение, чтобы его отец спал с ним в одной комнате. И вот этот старик, ему было уже под 70, расстроенный всем вот этим происходящим, он стал совершать ежедневно безумные подвиги. За каких-то 4 месяца он сумел заработать себе три георгиевских креста. Одна цель – получить офицерский чин, прекратить обращаться к своему сыну «Ваше благородие», и чтобы, наконец-таки, он ему прислуживал за столом, а не переносить это унижение. К сожалению, он получил действительно офицерский чин, но, к сожалению, это произошло трагическим образом лишь через несколько дней после смерти этого красивого, смелого, сильного Аслана Борова. Вот такая история была. Ну, а возвращаясь к Курнакову. В скорости он закончил Петербургский университет, потом Институт инженеров железнодорожного транспорта. К 16-ти годам знал пять иностранных языков, прекрасно рисовал, талантливо писал. Действительно, у него талант, дар писателя очевидный. Очень преуспевал во многих науках. Ему в семье даже прочили такое будущее талантливого, многообещающего ученого. Вот есть воспоминания, семейная хроника Аксаковой Северс, это его кузина, и она там как раз это и особо отметила, дарование этого мальчика. Но тут началась Первая мировая война. Из газет российских Сергей Курнаков прознал, что формируется кавалерийская кавказская конная дивизия. А дело в том, что к тому времени он, ну, знаете, просто был уже безумно влюблен в Кавказ, в кавказские обычаи, традиции, которые были поведаны ему Саурбеком. Вот. Мечтал о Кавказе и не случайно он подал во все инстанции просьбы, чтобы ему разрешили волонтерам служить именно в этой кавказской кавалерийской дивизии. И добился таки, добился таки, причем сам этого добился без помощи князя Вязинского. Он был мужем его родной тети. Ну, естественно, он дядей его даже называл. Вот. И вот этот князь Вязинский в то время являлся личным адъютантом Михаила Романова, первого командующего кавалерийской кавказской дивизии. И ему удалось, не обращаясь за содействием вот к своему родственнику, добиться таки желаемого, чем он, кстати, очень сильно гордился и особо отметил это в своих литературных воспоминаниях. По пути в кавказскую дивизию он познакомился с очень интересным персонажем. Я просто влюблен сам в этот персонаж. Очень интересный человек, наследник неаполитанского престола Альбицы, который уже в пути стал его вводить в курс дела, рассказывал о нравах, которые царят в этой дивизии, предостерегал тех или иных возможных ошибок. В частности, во время остановки в Киеве он пригласил его в ресторан и говорит, пойдем, мы последний раз должны с тобой испробовать свинины. А почему? Ты там уже в дивизии даже и не говоришь, что ты это ел. Очень интересный персонаж, он действительно стал наставником, таким человеком, который очень сильно помог ему адаптироваться в этой дивизии. Оригинальный персонаж, это такой очень шумный, очень большой, очень сильный, очень резкий в своих поступках, эмоциональных поступках и действиях, но при всем том удивительно добрый, как и все, наверное, большие и сильные люди, очень добрый человек. Мне, например, очень сильно понравился сюжет с маленьким котенком, которого Альбийцы подобрал на вокзале, нашел для него коробочку, еду и держал его в своем купе, а в соседнем купе ехал очень скандальный генерал такой, и когда они с Кураковым вышли на перрон, тот генерал приказал вожатому выбросить котенка, и значит Альбийцы жестоко отомстил за этот проступок генералу, он не поленился пойти в аптеку, найти какие-то там составляющие медицинские, из них приготовил какую-то невероятно зловонную смесь, и все это подсунул тому под спальное место, и генерал вынужден был покинуть этот вагон. Люди даже на войне оставались с большой толикой человеческой доброты, поразительная вещь. К сожалению, Альбийцы погибнет на Перекопе уже во время Гражданской войны. И вот Курнаков в черкесском полку, ему доверили кавалерийский взвод черкесский. В первый же день он сталкивается с невероятным мужеством воинов этой дикой дивизии. Это был день Курмэн-Байрама, естественно, должна была состояться коллективная молитва, полк был выстроен, дни мусульмане, офицеры и солдаты были такие, других национальностей, они в знак уважения к своим собратьям по полку, по дивизии не находились здесь же и стояли в почетном строе, разве что несколько в сторонке. А мусульмане растерили свои бурки и началось несколько сот человек начали молиться и вдруг все услышали гул приближающегося аэроплана, это был немецкий бомбардировщик и он стал нещадно бомбить молящихся и самое удивительное, что поразило Курнакова, никто не дрогнул, никто даже головы не приподнял, никто не побежал, никто не попытался спасаться, все делали свое дело, как если бы ничего не происходило, и он сказал, что, наверное, это был тот миг жизни самый тяжелый, который более в его биографии не повторился, он вынужден, все немусульмане вынуждены были, дабы не оказаться трусами, тоже не обращать внимания и стоять на месте, отбомбившись немецкий аэроплан, сделал еще разворот, потом, видимо, немецкий летчик подумал, что это манекены, и не продолжил эту бомбардировку, но вот это мужество людей просто поразило Сергея Курнакова. Мы хотим показать зрителям атмосферу того времени и тех событий, и покажем уникальную кинохронику времен Первой мировой войны. «Музыка» Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И вот после многочисленных провальных попыток советской разведки в начале 40-х годов проникнуть в Лос-Аламос, центр американский исследовательский, где осуществлялся так называемый Мархеттинский проект по созданию атомной бомбы, после многих провальных попыток именно Курнакову каким-то образом суждено было первому наладить отношения, столь нужные, столь необходимые отношения с американскими учеными. Это были Теодор Холл и Севилл Сакс. Это молодые американские ученые, тогда Холлу было всего 19 лет, они понимали всю серьезную ситуацию, они боялись, что американцы станут монопольными владельцами этого страшного оружия, и это будет использовано против советского, против любых других стран, и искренне считали, что это несправедливо, и что нужно предотвратить эту угрозу. И искали контакты с советскими представителями, и вот Холл появился в Амторге, такая была организация торговая, советско-американская торговая, и там попытались с кем-то встретиться, но им посоветовали обратиться к Курнакову. Тогда Курнаков уже был известен в кругах столичных, как журналист, который очень много пишет и очень много знает о Советском Союзе. И Курнаков сперва очень сильно побоялся, что это провокация ФБР, и поэтому он назначил встречу Теодору Холлу через 3,5 часа, на 7 часов вечера, на своей квартире в Нью-Йорке. До этого, естественно, проследив, проверив, нет ли наблюдений и так далее. И вот в 7 часов вечера Теодор Холл вошел в квартиру Сергея Курнакова, его встретил спортивного склада вида, очень стройный, еще достаточно моложавый человек, красивый, аристократического такого вида, вежливо пригласившего его себе домой, ну, предложившего ему кофе, хотя в скорости на столе оказалась особая московская, с богатой очень закуской. Вот состоялась такая встреча, первое знакомство. А Курнаков, как человек очень опытный, грамотный, он не торопил ход событий, не стал навязчиво предлагать свои услуги, да, состоялась одна встреча, потом вторая, значит. Вот, он терпеливо ждал, ну, и убедил Теодора Холла, что тот пришел к нужному человеку. Короче говоря, именно Курнакову эти ученые, в скорости заявившие, что едва ли хотят с кем-либо иметь иным отношения, кроме как с Сергеем Корнаковым, передали ценнейшие материалы для нашей разведки, это список всех сотрудников мархэттенского проекта, а также детальное описание первых двух американских атомных бомб. Ну, в частности, вот Теодор Холл привез чертежи, схемы Фетмана, Толстяка, вот тех бомб Толстяка и Малыша, Little Child, которые были сброшены на Хиросиму и на Гасаки, так что у Курчатова уже в 44-м году были детальные описания вот этих схем, проектов этих двух американских атомных бомб. Надо сказать, что это было невероятно важно, невероятно важно. Фактически речь шла о спасении 300 миллионов человеческих жизней в Советском Союзе. Это же очень серьезный подвиг, который совершил Курнаков и его товарищ по разведке. Да, тогда же был американский проект о бомбардировке Советского Союза. Да, была запланирована акция против Китая, а в следующем году против Советского Союза. А самое главное, вот то, что сумел добыть Курнаков, крайне сократило сроки создания Курчатова нашей советской атомной бомбы. Сократили. Мы, конечно, бы создали, но не столь быстро бы. Так что это очень значимое событие. Не случайно американцы в 1998 году по американскому телевидению даже передача была посвящена Холлу и Саксу, Теодору Холлу и Саксу. Естественно, там упоминался и Курнаков. И вот там авторы... Это была презентация вообще книги об этих американских ученых. «Бомбшелл», «The Secret History», в общем, тайная история советской шпионского заговора по похищению атомной бомбы. Вот такая книга была написана. Они презентовали и в то же время рассказали всю эту очень интересную, тайную, неизвестную покуда историю. И, в общем-таки, назвали все происшедшее смертельным ударом по Соединенным Штатам Америки. Ну, я могу вспомнить еще и Эдгара Гувера, который назвал это преступлением века. Ну, кстати сказать, ни Сакс, ни Холл наказаны за эту передачу материалов так и не были. У американцев не оказалось убедительных доказательств. Они появились лишь только в середине 90-х годов, когда они заполучили некоторые материалы КГБ. И там были доказательства. Это шифротелеграммы, которые они расшифровали. Шифротелеграммы, свидетельствовавшие о том, что Сакс и Холл действительно сотрудничали с советской разведкой. И вот через Курнакова передали такую ценную информацию. Американцы раскрыли Курнакова как советского агента? Нет, у них была разработана специальная операция под кодом названия Венона. Венона. И, естественно, велась работа по пресечению деятельности нашей агентуры. И, в конце концов, конечно, вышли бы они на Курнакова. Но еще в 1942 году за особые заслуги специальным решением Президиума Верховного Совета СССР, это в Сталинские времена, Сергею Курнакову было возвращено советское гражданство. А в 1946 году была особая операция, проведена по вывозу его из Соединенных Штатов Америки. И американцам, ну, разве что со скрежетом на зубах, суждено было лишь констатировать на сенатских слушаниях в 1953 или 1957 году, я сейчас точно не помню, но констатировать, что они упустили ценнейшего советского агента. Только тогда, да? Только тогда. Поняли, что Курнаков этот советский... Да, да, да. Ну, об этом свидетельствовали и перехваченные ими материалы. Так что удалось Курнакова спасти. Он в Москве еще занимался очень активно литературной деятельностью, сотрудничал, будучи соучастником по созданию Moscow News, с такой газеты, сотрудничал об редакции этой газеты, с автором сценария очень интересного документального фильма «Русский вопрос». Очень много он занимался такой пропагандистской, публицистической деятельностью. К сожалению, в 1949 году умер, похоронен на Новодевичьем кладбище. Я просто убежден, что незаслуженно забытый в нашей отечественной истории персонаж. Причем удивительной биографией. Надо же такое пройти жизненный путь от родмирста царской армии, белогвардейца, до кандидата в члены ВКПБ, побывав еще и советским разведчиком, сделавшим не меньше, а может быть и больше, чем, допустим, такие легендарные разведчики, как Зорга или еще кто-то, ну или Абель. Очень интересная судьба. Но она интересна многим сюжетам. Вообще, рой мыслей возникает при чтении этой книги, при знакомстве с этой уникальной биографией. Вы знаете, вот сколько сегодня говорят о патриотизме. Вот это ярчайший пример. Любви к своей стране. Да, да. Когда речь идет о родине, речь идет о твоем народе, ты уже забываешь о каких-то предрассудках сословных, идеологических, политических. Ты забываешь, и ты служишь родине, своей земле. Уникальность России заключается в том, что патриотизм и интернационализм – это неразрывные вещи. Неразрывные вещи. Вот посмотрите, какая любовь была в душе Сергея Курнакова ко всему Кавказскому, Кавказам. Как он превратил автобиографию свою литературную в рассказ о Кавказах, которые рядом с ним воевали. Там больше не о себе он рассказывает. Он рассказывает о Знауре Болотокове, о Егибокове, о Гиреях, о своем ординарце, Касполете Тлепсуку, которому посвятил более 60 страниц из 460. Это такая любовь к обычаям, такое восхищение к Кавказам. Понимаете, эта книга заслуживает особого внимания. Я думаю, что если бы не столь скоро есть кончина его, то он бы нас удивил еще многими воспоминаниями, в частности, воспоминаниями об американском периоде жизни, встречах с такими удивительными людьми, как Шаляпин, Дункан, Павлов. Вообще поразительная история. Он похоронен на Новодевичьем кладбище. Я думаю, что эта книга могла бы стать сценарием и документальным фильмом, и художественным фильмом. Это был бы один из лучших фильмов. В начале нашей встречи, это было за кадром, ты процитировал Михаила Юрьевича Лермонтова. А, ну да. И, наверное, вот эти слова в полной мере касаются и Курнакова. Да, да. Я всегда думал о судьбе Сергея Курнакова, занимаясь переводом его автобиографии. Я где-то думаю, где-то это все видел, где-то все читал. Вот у Лермонтова есть очерк «Кавказец». И там буквально о Курнакове написано. «Настоящий Кавказец. Человек удивительный. Достойный всякого уважения и участия. До 18 лет он воспитывался, вышел в кадетском корпусе и вышел оттуда отличным офицером. Он потихоньку читал «Кавказского пленника» и воспламенился страсти к Кавказу». Если бы такие страницы нашей истории были бы более широко распространяемы не только у нас в провинции, но и в тех же столицах, в России, вы больше бы знали бы о таких историях, то, наверное, исчезли бы из обихода многие очень неприятные стереотипы восприятия Кавказа и Кавказа. Понимаете? Это очень нужно. Понимаете? И это действительно привносит нечто очень нужное, очень здоровое, очень многообещающее в жизни людей. Понимаете? Взаимное уважение, взаимная любовь, ощущение себя единой семьей народа. Король Б., я благодарен за сегодняшний рассказ. Очень интересно, очень живо я даже представлял себе, как это все происходило. Ты описал вот эту историю. Спасибо тебе большое за этот удивительный рассказ. Я думаю, что и наши литераторы, и наши историки должны в этой истории дать должное развитие дальнейшем. Будем надеяться, что мы узнаем и услышим новые какие-то факты из биографии этого замечательного человека. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Завтра в воскресенье мы покажем передачу «Новый успех» за Лимгери Мирзуева». Всего вам доброго. Спасибо. 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 Спасибо.